Не секрет, что южные сады за счет цветущих растений отличаются более яркими красками. Этот факт всегда был предметом зависти для садоводов, находящихся в менее приятных климатических условиях. Все свои усилия они направляли и направляют на устранение этой несправедливости. И теперь мало кого удивишь пышными розариями не только в Ленинградской области, но и в Сибири и на Дальнем Востоке. И если царицей сада розой уже давно никого не удивить, то с царственными рододендронами все было не так просто. Культивация рододендронов, особенно крупнорослых сортов и видов, была недоступна северным регионам. Кусты вымерзали, а если удавалось сохранить куст, то оцветение можно было позабыть. Но как сложно смириться с мыслью, что рододендроны не для нас. Так с этим не могли смириться и Финляндия. И в 1973 году под руководством Питера Тигрштадта начались работы по выведению устойчивых сортов. За основу селекционной программы был выбран рододендрон короткоплотный, попавший в Финляндию и Северную Корею. Рододендрон Смирнова и Котовбинский. Эти рододендроны пытались скрестить между собой. В результате около полутора тысяч саженцев высадили в открытый грунт и в течение 10 лет за ними наблюдали. Большая часть экземпляров погибла. Были отобраны лучшие. Их размножили микроклональным способом. Таким образом получились первые 9 знаменитых сортов рододендрона. Хельсинский университет, Микеле, Пека, Питер Тигрштадт, Гаага, Хелики, Кулерва, Эльвира и Дочь Севера. Несколькими годами позже серию дополнили сорта. Маркет, Аксель Тигерштедт, Эйна, Мауритс, Раиса, Кунелма, Кайна, Вендла и Виена. Все сорта отличаются высокой зимостойкостью. Однако эти сорта имеют один недостаток. Он достался им от короткоплодного рододендрона. Цветочные почки раскрываются, когда ветки уже пышно облественены. Таким образом большие шикарные цветки немного теряются на фоне зелени. И еще один минус. Цветки очень нежные. Быстро выгорают на солнце. Поэтому мы с вами их высаживаем в полутени. К нашему большому сожалению, мы не всегда можем предложить нашим покупателям полную коллекцию финских сортов. Однако наиболее популярные и интересные сорта вы можете найти в нашем садовом центре. Почти всегда весной можно встретить высокую гаагу с крупными розовыми цветами. Или очень популярный среди любителей рододендронов компактный сорт Университет Хельсинки. Сорт назван в честь 350-летия Хельсинского университета. Визитной карточкой этого сорта является высокая зимостойкость. И молодые листья имеют слегка красноватый оттенок. Цветы нежный розовый цвет. Но отдельного внимания заслуживает Хелики. Во-первых, этот сорт был взял за основу польскими селекционерами при создании серии «Великие польские короли». Но эта интересная серия заслуживает отдельного сюжета. Помимо этого, сорт интересен сам по себе. Цветки темные, лилово-красные. Отличительной чертой является то, что нижняя сторона листа покрыта белым ворсом. Куст отличается равномерной формой и почти не нуждается в формировании. Что касается агротехники. Агротехника финских сортов ничем не отличается от агротехники других видов и сортов рододендронов и вересковых в целом. Все они нуждаются в кислых почвах. Это нужно не столько самим растениям, сколько простейшим грибам, находящимся с ними в симбиозе и образующих вместе с ними мекоризу. А грибы, как мы помним, предпочитают кислый грунт. Грунт должен быть воздухопроницаемым. То есть тяжелые грунты, пусть и даже самые кислые, нам не подходят. Воздух необходим как самим корням, так опять же грибам. Влажность также немаловажный фактор. Однако это не говорит о том, что мы должны заливать растение или высаживать его в болото. Грунт должен быть всегда влажным, но вода застаиваться не должна. Иначе корни просто задохнутся и сгниют. Что касается освещения. В тени вы рискуете не увидеть цветение своих растений и в итоге получить голый низ. На открытом солнечном участке растения быстро отцветают и сложно поддерживать влажность почвы. Поэтому вечно зеленые сорта рекомендуют высаживать в полутень. Но так, чтобы они получали не менее 6 часов солнечного света. По обрезке. Особенно в обрезке рододендроны не нуждаются. Однако иногда она бывает необходима. Поэтому важно помнить, что рододендроны цветут на побегах прошлого года. И основная масса спящих почек находится ближе к макушке куста. Что это нам дает? Ну, во-первых, формирующую обрезку, если она необходима, мы делаем сразу после цветения. Чтобы у растения было время заложить цветочные почки. Второе. Не забываем, что чем ниже мы обрежем, тем меньше спящих почек проснется. Лучше стричь по зеленой массе, если вам нужен пышный куст. Не стоит забывать, что после того, как куст отцветет, нужно удалить отсвевшиеся отсветия. Чтобы на этой ветке заложилась цветочная, а не листовая почка. Но и не надо дожидаться, пока венчик сам засохнет и завянет. И последнее. Это вопрос укрытия. Конечно, финские сорта приспособлены для климата с низкими зимними температурами. Однако наши укрытия, как правило, мы делаем не от мороза. В большинстве случаев мы закрываем их от весеннего солнца и от ветра, так как они не сбрасывают свою листву на зиму. Этот факт нужно учитывать, когда вы будете делать укрытие. У нас есть сюжеты, где мы подробно раскрываем эти вопросы. То есть укрытие для рододендронов – это нечто среднее между укрытием для роз и хвойных растений. Но поверьте, эта процедура не займет у вас много времени. На этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Увидимся в нашем садовом центре.